Однажды утром, когда мышонок, один из самых маленьких жителей леса, завтракал, раздался громкий стук в его дверь. Когда взволнованный мышонок открыл дверь, он увидел перед собой грустную газель. О, мышонок, ты должен мне помочь. Произошло что-то очень плохое. Что случилось, газель? Лев! Как только мышонок услышал имя льва, он затрясся, потому что очень боялся его. Раз я король всех джунглей, это тоже мой дом, сказал он и забрал мой дом. И теперь у меня нет дома. Все, кого я просила помочь мне вернуть дом, испугались и убежали. Потому что он лев. Мы все его боимся. Но ты не такой, как все, брат мышонок. Ты храбрее и умнее. Пожалуйста, помоги мне. Мышонок согласился помочь другу. Вместе они отправились в путь. Лев и в самом деле крепко спал в саду газели. Мышонок хотел подергать льва за гигантскую лапу, чтобы он проснулся. Но как только тот пошевелился, он тут же в страхе убежал. В этот раз, хоть он и пытался разбудить его, дергая за гриву, лев так сильно храпел, что мышонок зажал уши и замер на месте от страха. Пока мышонок осматривался в поисках длинной палки, чтобы разбудить льва, он коснулся хвостиком усов льва, и храпящий лев проснулся. Лев, сердитый от того, что его разбудили, оказался лицом к лицу с мышонком В ярости он встал на ноги Зачем ты разбудил меня? Или ты принес еду? А? Скажи мне! Еду? Нет, лев Как смел ты прийти ко мне! Г-газель, это, ну... Что такое? Она сбежала в горы Тебе тоже нужно убегать, иначе я тебя сейчас сожру! От рычания льва мышонка унесло далеко-далеко Лев продолжил свой сладкий сон с того места, где его прервали На следующий день мышонок собрался с духом и пошел в сад газели Разве я тебе не сказал убегать? Да, да, ты сказал, но... И... Я... Я собирался спросить тебя Ты видел дом, который построила гиена? И что там с тем домом? Он гораздо больше и лучше, чем твой И у него огромный сад, полный деревьев и растений вокруг! Правда? Лев захотел увидеть тот дом, который был более привлекательным, чем дом газели Пойдем, отведи меня в прекрасный дом гиены! И хотя мышонок трясся от страха, он сделал, как сказал лев Немного спустя они, наконец, прибыли в дом гиены Однако там не было ни восхитительного дома, ни роскошного сада, полного деревьев Дом гиены был маленькой и самой обыкновенной норой Врунишка-мыш! Я съем тебя сейчас! Ура! Понят, что его обманули, лев пустился за мышонком Упс! Лев бежал по бревнам, а мышонок бежал сквозь бревна Лев уже почти схватил мышонка за хвостик, но тот быстро взобрался на дерево «Пожалуйста, король джунглей, я не виноват! Я просто хотел помочь Газели!» Лев разозлился еще больше и стал трясти дерево своими огромными лапами. «А ну слезай, мышонок! Ура!» Мышонок с большим трудом держался на ветвях дерева, чтобы не упасть в лапы льва. Но тут стая ежей запуталась у того в ногах. «А-а-а-а! Ура-а-а! Мрысь!» Лев пытался избавиться от ежей, но их колючки кололись очень больно. Воспользовавшись моментом, мышонок спрыгнул с дерева прямо в середину стаи ежей и сбежал. Когда он уже думал, что ему удалось ускользнуть от льва позади себя, он услышал громоподобные шаги. В страхе он прыгнул в свистское болото. Но поскольку он был очень легким, он легко пересек болото. А вот лев застрял в болоте, как только прыгнул в него, чтобы поймать мышонка. «А-а-а-а! Что это?» «Не двигайся, лев! Затянет глубже!» «Мне не нужны советы от тебя!» Мышонок хотел помочь льву. Он нашел ветку и протянул ее льву. «Лев, хватайся за ветку! Я вытащу и спасу тебя!» «Я не хочу! Я спасу себя сам!» «Однако, стоило льву только освободить одну лапу, другая лапа тут же погружалась в грязь. Он пытался выбраться и весь покрылся грязью. В конце концов, он сдался». «Мыш, я тону! Спаси! Помоги! Я хочу домой! Пожалуйста, быстрей!» Мышонок набрал больших листьев эвкалипта, которые рос рядом, и бросил их один за другим на болото. «Быстрее, лев! Встань на листья и выбирайся!» «Листья эвкалипта липкие снизу, и поэтому они не погружаются в грязь. И ступая на них, льву удалось выбраться на землю, хотя и с трудом». «О, мышь! Я бы никогда не выжил, если бы ты не придумал встать на листочке! Прости, что недооценил тебя! Скажи, что ты хочешь от меня? Чем тебе поможет король джунглей, лев?» Мышонок попросил льва вернуть Газели ее дом. Лев немедленно согласился, потому что благодаря крошечному мышонку, который спас ему жизнь, он гораздо лучше понял, что такое иметь дом. Итак, Газель вернулась в свой дом с прекрасным садом. Лев заснул в своем логове, а мышонок вернулся к своему восхитительному завтраку. А историю об успехе этого маленького жителя леса передавали из уст в уста. Когда-то жила на свете семья. Не слишком далеко от места, где все жили. Семья Дарлингов. В семье Дарлингов было трое детей. Ян, Майкл и Венди. Венди любила рассказывать маме о том, как к ней в комнату приходит Питер Пен и играет на флейте чудесные мелодии. Мать всегда называла Венди фантазеркой и все же не могла не обратить внимания на листья в комнате, которые появлялись словно из ниоткуда и вводили в замешательство. Венди говорила, что листья падают с наряда Питера Пена. Однажды вечером родители вышли прогуляться. Дети остались дома одни и отправились спать. Когда же они уснули, Питер Пен впрыгнул в комнату по своему обыкновению через окно и стал собирать листья, которые оставил во время прошлого визита. И тут Венди проснулась. Питер Пен, я ждала тебя. Никто не верит мне, что ты настоящий. Венди вернула листья Питера Пена, которые она спрятала. Ей очень нравился Питер. Они вместе пришили листья обратно к его одежде. Венди, хочешь я расскажу тебе одну удивительную историю про приключения? Я не хочу услышать о приключениях, Питер Пен. Я хочу пережить их. И в этот миг маленькая фея Динь-Динь, подружка Питера Пена, влетела через окно. Ну конечно, я знала, что найду тебя здесь. Ты готовишься к новому приключению без меня? Ты же знаешь, что без тебя я ничего не смогу делать. Венди разбудила своих братьев. Ее братья смотрели на Питера Пена и Динь-Динь с большим удивлением. Ну что, готова полетать? Динь-Динь разбросала свою волшебную пыль. Благодаря ей дети поднялись в воздух и вылетели в окно. Они направились в Нитландию. После долгого путешествия дети прибыли в Нитландию. И там они увидели русалок, диких животных, индейцев, пиратов и потерянных мальчиков. Самым опасным из них был злодей по имени Капитан Крюк. Капитан Крюк был главным врагом Питера Пена. Причиной тому было то, что однажды в сражении Питер Пен отрезал руку Капитана. И огромный крокодил съел ее. Вместе с рукой крокодил также проглотил наручные часы Капитана. И с тех пор всегда издавал звук идущих часов. Так Капитан Крюк всегда мог определить, рядом ли крокодил. По тиканью часов. Капитан Крюк стоял с биноклем на палубе, когда заметил Питера Пена и детей, глядящих на него с вершины холма. Он немедленно приказал стрелять из пушек. Питеру Пену и детям было очень нелегко уворачиваться от пушечных ядер. Динь-Динь, отведи детей в безопасное место. Я разберусь с Крюком. Динь-Динь очень ревновала к Венди. И она хотела, чтобы та держалась подальше от Питера Пена. Она придумала повод оставить Венди на холме, а Яна и Майкла отвела в безопасное место на пляже. Тем временем потерянные мальчики, жившие на острове, увидели Венди издалека и, подумав, что она враг, начали стрелять в нее. Питер Пенжа продолжал сражаться с Капитаном Крюком. Но, заметив крокодила с тикающими в животе часами, Крюк в ужасе убежал. Возвращаясь назад, Питер Пенжа заметил лежавшую на камнях раненную Венди. Он очень расстроился. И потерянные мальчики очень сожалели о том, что ранили ее, узнав, что девочка была другом Питера Пена. Я же доверил детей тебе! Динь-Динь была очень жаль. Она поняла, что поступила неправильно. Мне так жаль, Питер. Это больше никогда не повторится. Я обещаю! Потерянные мальчики построили прекрасную хижину для Венди и ее братьев. Ночью они все легли под тенью деревьев и стали слушать рассказы Венди. А Питер Пен охранял хижину. Как-то отдыхая среди скал, дети заметили приближающихся пиратов. Пираты взяли в заложники дочь вождя индейцев. Питер Пен и мальчики бросились вслед за ними, чтобы спасти дочь вождя. Между мальчиками и пиратами произошла большая битва. В конце концов, они спасли дочь вождя и вернули ее в семью. После этого дня, индейцы, Питер Пен и потерянные мальчики стали очень близкими друзьями. Вождь приказал двум своим лучшим людям охранять мальчиков. Конечно, капитан Крюк был в ярости от всего случившегося. Однажды я одолею тебя, Питер Пен, и ты не сможешь избежать расправы. Как-то ночью, когда Венди начала рассказывать историю своей семьи, Питер понял, как сильно она и ее братья скучали по дому. Поэтому он сказал им, что они могут вернуться домой, если хотят. Но сам он должен остаться. Дети решили, что пора отправляться домой. Но когда они собрались в долгий путь, на них напали пираты. Пираты связали индейцев и захватили мальчиков. Питер Пен же мирно спал у себя дома, не зная, что случилось с его друзьями. И тут у его окна появился капитан Крюк. Злодей увидел спящего мальчика, но не смог открыть дверь в его домике на дереве. Тогда он вылил ему под дверь сонное зелье из бутылки, которую принес с собой. Это зелье заставило Питера Пена спать часами напролет. Питер Пен проспал целый день, а когда проснулся, увидел перед собой Динь-Динь. Она рассказала ему о том, что произошло, и они отправились спасать мальчиков. Когда они добрались до счастливой скалы, убежище пиратов, они увидели, что там не было стражей. А перебравшись к краю скалы, они потеряли дар речи от ужаса. Венди, Ян, Майкл и потерянные мальчики были связаны, а капитан Крюк держал в руках факел, готовясь развести для них костер. Можешь сказать свое последнее слово? Будучи самой старшей, Венди начала говорить. Дорогие друзья, мои последние слова будут такими, какие сказали бы вам ваши матери. Если бы они были здесь, они бы сказали вам не бояться и быть смелыми. Даже перед лицом смерти. Не бойтесь, доброта всегда побеждает. Всегда. Капитан Крюк очень разозлился на слова Венди. Он отвел ее на корабль и стал привязывать к мачте. Воспользовавшись этим, Питер Пен и Динь-Динь бросились вызволять мальчиков. И тут к ним на помощь пришли индийцы во главе с вождем. Питер Пен очень обрадовался, ведь с их помощью они могли легко спасти мальчиков, что они и сделали. Пришло время вызволять Венди. Питер Пен и потерянные мальчики пробрались на корабль капитана Крюка, где осталось всего несколько пиратов. Когда те поняли, что будут побеждены, они поспешили спрыгнуть с корабля. Питер Пен и потерянные мальчики атаковали капитана Крюка, заставив его отступить. И вдруг капитан услышал звук. Тот самый звук, которого он больше всего боялся. Когда Крюк в страхе оглянулся, он увидел крокодила, который ждал его в воде. Помогите! В мгновение ока он оказался на другой стороне корабля. Спрыгнул и поплыл так быстро, как только мог. Питер Пен и потерянные мальчики засмеялись. С этого момента корабль Крюка принадлежал потерянным мальчикам, а их капитаном был Питер Пен. Команда готова выполнять ваши указания, капитан Питер. Уплываем отсюда. Ребята развязали веревки и паруса раздулись на ветру. Дети были очень рады услышать это. Венди, Ян и Майкл собирались воссоединиться со своими родителями, по которым они очень соскучились. Динь-динь рассыпала волшебную пыль, и тот корабль поднялся в воздух и полетел. Венди не терпелась рассказать родителям о Питере Пене, Динь-динь и Нейтландии. С этого дня Нейтландия стала их вторым домом. А Питер Пен – лучшим другом. Редактор субтитров А.Семкин